Для того, чтобы установить теневой профиль, под него надо подготовить нишу. Высота этой ниши должна быть 100 мм, глубина 20-25 мм. Мы берем полосу из пеноплекса высотой 100 мм и укладываем в угол по периметру помещения. Далее над пеноплексом штукатурим стену. Если ниша после штукатуривания недостаточно глубокая, то есть меньше 20 мм, ее необходимо углубить. Если инженерные коммуникации мешают теневому профилю, то их необходимо утопить в тело стены. Для того, чтобы сделать это максимально просто и корректно, можно использовать тот профиль, который вы приобретаете у нас. Из него сделать так называемый шаблон. Вырезается специальный выступ, который по высоте будет равен высоте и глубине ниши. После того, как вы его вырезали, наносите сюда штукатурку и выравниваете. Не нужно иметь очень высокое качество поверхности, потому что это все закроется, но сама геометрия будет сохранена. Какой плюс это дает? В первую очередь вы используете один и тот же материал, что на стене, что и на подготовке. То есть с самим материалом они будут вести себя одинаково. То есть сам теневой профиль будет очень легко монтировать. У вас уже есть строгая геометрия. Вы наносите на теневой профиль, допустим, жидкие гвозди и вклеиваете. Вы не ловите глубину. У вас уже есть четкая геометрия и она будет, соответственно, заподлицо с общей плоскостью стены. Теперь мы берем профиль, наносим жидкие гвозди. В данном случае мы взяли клей-монтаж суперсильный МВП-70. Но в принципе вы можете использовать качественный аналог. Перед тем, как нанести штукатурку на верхнюю часть профиля, необходимо убедиться в том, что там все огрунтовано. Для того, чтобы была максимальная адгезия. Надо обратить внимание, что штукатурка, она доходит до рифленой поверхности, которая есть на профиле. А выступающее снизу ребро, оно необходимо для последующей шпаклевки стены. Итак, мы можем увидеть промежуточный этап установки профиля. Когда у нас заполнена штукатуркой верхняя часть профиля, соответственно, остается нам только зашпаклевать и покрасить. В целом уже вся ниша у нас сделана, подготовлена, она имеет уже четкую геометрию и, как видите, уже выглядит круто. Важный момент, на котором я хотел остановиться, это угол стены. Как у нас подходит профиль и как он стыкуется между собой с малярным уголком. Мы специально сделали маленький участок, который показывает нам сам стык. Профиль запиливается под 45 градусов, образует четкий угол. И для того, чтобы мы заармировали со всех сторон этот угол, чтобы он был максимально надежный и долговечный, мы подходим малярным уголком прямо к теневому профилю. На теневом профиле у нас есть специальное выступающее ребро. Так как у малярного уголка есть толщина, соответственно, он четко подходит к этому ребру и не выступает. И получается у нас со всех сторон абсолютно ровные грани и они еще и надежные. На этом этапе у нас часовая отделка, установлен профиль, зашпаклеван он по вот эту грань и выровнен с общей плоскостью стены. У нас есть готовый результат. Стена у нас полностью окрашена и видим, что стена не доходит до пола. То есть создается тот самый эффект парящей стены. Что касаемо уборки, то заводится у нас спокойно туда рука с тряпкой и оттуда убирается вся пыль. Также это можно выполнить с помощью робота-пылесоса, либо использовать щелевую насадку обычного пылесоса. Данное техническое решение является долговечным за счет того, что оно выполнено полностью из алюминия.